Начнем наш вебинар, посвященный продукту от Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. И вебинар называется, как вы видите на слайде, особенности подготовки облачной культуры средствами Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. На самом деле речь пойдет о том, из чего состоит инфраструктура данного продукта, и рассмотрим ключевые компоненты этой инфраструктуры, а также требования, которые для них предъявляются. В основном это требования повышенной доступности, чтобы избежать единой точки сбоя, что важно при реализации полномасштабных облачных населений. Меня зовут Соколов Михаил, соответственно, являюсь преподавателем в Центре специалистов. Ну и кроме того, что занимаюсь преподаванием, также имею опыт проектирования и внедрения решений на базе продуктов Microsoft в организациях самого различного масштаба и уровня. Сертификация имеется, в частности, одно из таких приоритетных направлений, чем занимаюсь, это Private Cloud, частные облака. В основном вебинар наш с вами посвящен обзору нового курса от Microsoft, в котором все выше упомянутая мной рассматривается курс, называется «Подготовка инфраструктуры систем центра Virtual Machine Manager». И призван закрыть те пробелы, те белые пятна, которые были до сих пор и которые не рассматривались, которые не покрывались имеющимися курсами, в частности, курсами по построению и управлению частными облаками. То есть у нас были курсы по виртуализации, собственно, они и есть. Что мы с вами должны рассмотреть за сегодня, за это небольшое время, которое отведено под вебинар? Ну, во-первых, что из себя представляет System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager? Какие технологии в нем реализованы? В основном, в основном это из числа таких ярких нововведений. Майкрософтовское видение Software Defined Network или программно определяемых сетей, которые здесь появились под названием Hyper-V Network Virtualization. Виртуализация сетей Hyper-V. Ну и протокол NVGRE, который технически реализует виртуализацию сетей, тоже вкратце мы с вами рассмотрим. Более подробно, естественно, все это рассматривается в курсах. Еще один такой же вытрепещущий вопрос, это вопрос по лицензированию. Тема достаточно такая мутная, но в двух словах, основные концепции, основные принципы лицензирования, особенно в отношении System Center Virtual Machine Manager, я тоже здесь представлю. Хотя я не истинно в последней инстанции, но тем не менее основные принципы здесь осветим. Ну и, естественно, рассмотрим компоненты инфраструктуры и на каких этапах нам необходимо при развертывании инфраструктуры запланировать и каким образом осуществить требования высокой доступности, чтобы ни один из компонентов инфраструктуры не стал точкой уязвимости, точкой сбоя. Соответственно, возможно, рассмотрим. Ну, по лицензированию. Все вы, наверное, слышали, что начиная с серии продуктов, с редакции продуктов, точнее сказать, 2012, будь то Windows Server, будь то серверные продукты, у нас с вами поменялась концепция лицензирования. Ну и концепция лицензирования, естественно, она ведет свое начало от принципов, заложенных в самой хостовой операционной системе Windows Server 2012 и выше. Это стандартная и дейта-центр. Стандартная она адаптирована на те среды, в которых виртуализация не слишком развита, когда вы не планируете в большом масштабе виртуализацию использовать. И дата-центр адаптирована на среды с глубокой степенью виртуализации. Но, в общем-то, в меньшей мере эти идеи относятся к VMM, потому что VMM, маленькая но и особенность данного продукта, лицензирование относится... Лицензированию подлежат не какие-то абстрактные виртуализованные среды, а хостовые системы, вполне осязаемые. То есть физические хосты Hyper-V. Ко всем продуктам серии System Center 2012 и 2012 R2 относятся новая концепция, включающая тот факт, что управляющие сервера теперь не лицензируются, не подлежат лицензированию. То есть они бесплатны. Сколько вам необходимо для обеспечения масштабируемости вашей конфигурации, столько и ставите. Поскольку все, без исключения продукты из состава пакета System Center 2012 и выше, они не хранят у себя на уровне реестра хостовой системы какие-то конфигурационные настройки. Все конфигурационные настройки, все метод-данные, все данные, с которыми оперируют данные сервера, они хранятся в базе данных на платформе SQL Server или Microsoft SQL Server. Различные редакции в различных продуктах System Center могут поддерживаться от минимальной до максимальной. Мы с вами остановим свой взор именно на предметной области, на AVM. В AVM лицензия на SQL Server, если вы его не планируете использовать для каких-либо нужд, не связанных с поддержкой метод-данных, с поддержкой конфигурационной базы данных AVM, то лицензия включена. То есть SQL Server 2012 Standard Edition вы можете использовать бесплатно. Но именно Standard Edition на интерпрайсную редакцию SQL Server 2012 этой концепции не распространяется. Если у вас интерпрайсная версия, то, увы, за нее необходимо лицензировать. Теперь, коль скоро с вами управляющие сервера не лицензируются, лицензируются управляемые сервера. Управляемые сервера – это, собственно, относительно VMM, хосты Hyper-V, хосты с установленным гипервизором. Управляемые сервера лицензируются из расчета 1 управляющая лицензия Management License MLK на 2 физических процессора, на 2 сокета. Соответственно, если у вас хост с четырьмя процессорами, скажем так, или с тремя процессорами, значит, 2 лицензии с 5 или 6, значит, 3 и так далее. Но, опять же, у нас есть два вида лицензирования, две программы, если хотите, это стандартная и дата-центр. Стандартная лицензия покрывает 1 MLK, 1 управляющая лицензия, 1 хост, плюс 1 виртуальную машину на этом хосту. Дата-центр позволяет вам 1 управляющая лицензия управлять 1 хостом с неограниченным количеством виртуальных машин в рамках этого хоста. Но для конкретного VMM, такие дополнительные калы клиентского доступа лицензии не требуются. Именно для VMM. Здесь то, что видите на слайде, то и используйте. Дальше мы с вами будем затрагивать тему, связанную с повышенной доступностью. Повышенная доступность или высокая доступность, она должна быть настроена для каждого компонента инфраструктуры, чтобы этот компонент не стал единой точкой сбора. Ну и один из основополагающих компонентов это, конечно же, хост база данных SQL Server. Ну и SQL Server позволяет вам группу высокой доступности, LWSON группы, так называемые, сконфигурировать. И сконфигурировать позволяет обычный файловерный SQL Server кластер. SQL Server кластер файловерный, он в случае сбоя активного узла требует переподключения консольной сессии для управления всем вашим хозяйством, для управления VMM-сервером. Соответственно, автоматического файловера в таком полном законченном варианте здесь не происходит. Поскольку база данных у него, системная база данных, и база данных конфигурационная в одном экземпляре, то есть на общем расширенном кластерном хранилище находится. То есть здесь страховка от выхода из строя хоста, узла кластера. Без требований переподключения, то есть абсолютно прозрачный файловер, будут обеспечивать группы LWSON повышенной доступности, как, в общем-то, средство и возможность на уровне SQL Server, подоставляемая самим SQL Server. И вот эти самые группы высокой доступности SQL, они поддерживаются, к сожалению, не в стандартной редакции, а в энтерпрайсной. А энтерпрайсная, как я уже говорил, подлежит отдельному лицензированию за плату. Вот в этом, собственно, маленькое такое новое. Собственно, для чего нам нужен Virtual Machine Manager? Казалось бы, для организации виртуальной среды нам что нужно с вами? Ну, как минимум, хост Hyper-V, как минимум один. Но хост Hyper-V или гипервизор в микрософтовском воплощении, в микрософтской реализации позволяет нам в рамках отдельно взятого хоста установить ровно столько виртуализированных или бестевых операционных систем, насколько аппаратных мощностей данного хоста хватит. По сути, мы имеем чистой воды классическую виртуализацию. Мы можем расширять виртуализированные сервисы до тех пор, пока ресурсов конкретного хоста хватает. Соответственно, для того, чтобы отойти от этой зависимости от ресурсов какого-то отдельно взятого хоста, чтобы обеспечить достаточно неплохое горизонтальное масштабирование, мы постепенно отошли от понятия виртуализации и подошли к понятию облака. Облако, что из себя эта концепция представляет, все уже давно, наверное, познакомились. Облако отходит от конкретного хоста виртуализации с его ресурсами. И мы ведем речь уже о так называемом динамически изменяющемся пуле или наборе ресурсов, которые по мере необходимости будут предоставляться через динамическое добавление в качестве основы для облака хостов с гипервизором. И если у нас рабочая нагрузка спадает, то мы можем высвобождать ресурсы, то есть отключать часть хоста виртуализации для сужения, для сокращения объема нашего облака, для ограничения его более ограниченным набором хостов. Но, собственно говоря, все это динамически может быть изменяемо в зависимости от рабочей нагрузки. Рабочая нагрузка, она, собственно говоря, накладывается на хосты виртуализации виртуализированными сервисами. То есть сервисами, которые хостятся на виртуальных машинах, на одной или нескольких, и абсолютно абстрагированные, то есть пользователь абсолютно абстрагирован от того, как это технически реализовано. То есть пользователь видит конкретный сервис, и неважно, сколькими виртуальными машинами, на скольких хостах Hyper-V этот сервис поддерживается. То есть с точки зрения конечного арендатора или пользователя мы говорим о сервисах. С другой стороны, с точки зрения аппаратных ресурсов, мы говорим не о ресурсах конкретного хоста, а совокупно о пуле ресурсов. Вот основные идеи, которые заложены в концепции облака. Ну, собственно, одни и те же ресурсы одного и того же набора хостов мы можем в той или иной мере распределять между разными заказчиками или тенантами или, по-русски говоря, арендаторами. То есть мы можем для разных случаев жизни, для разных подразделений организации или для разных организаций, для которых мы аутсорсинговые сервисы оказываем, мы можем выделять облачные ресурсы и отдавать им по мере необходимости какую-то часть доступных аппаратных ресурсов с нашего дата-центра. То есть, по сути, для того, чтобы всем этим динамически управлять, всем набором ресурсов, предоставленных хостами гипервизоров, нам уже мало обычной консоли диспетчера Hyper-V, которая в каждый момент времени позволяет нам подключиться к конкретному хосту Hyper-V и не позволяет комплексные задачи, выходящие за рамки отдельно взятого хоста, производить. Нам потребуется более масштабное средство, которое и является собой основой для создания и управления именно облаком. Это System Center Virtual Machine Manager, который позволяет управлять хостовыми группами, группами хостов и на этих группах хостов развертывать облачные сервисы. Облачные сервисы. Ну, любые сервисы, как мы знаем, они с незапамятных времен предоставлялись как сетевые сервисы. То есть, предполагалось, что у нас должна быть сеть. В данном случае, если у нас может быть несколько заказчиков, под заказчиком можно подразумевать либо подразделение существующей организации, либо какие-то аутсорсинговые решения сторонней организации. Каждому заказчику для изоляции его сервисов, его рабочей среды от других заказчиков, арендаторов и лейтенантов, нам необходимо виртуализовать сетевую среду. То есть, грубо говоря, каждому свое облако, которое представлено и сетью, и сетевыми ресурсами, и сервисами, которые из-под него доступны. В общем случае, Virtual Machine Manager, кроме того, что является собой центральную консоль для управления всеми поддерживаемыми гипервизорами, к слову сказать, не единым Hyper-V сервером мы ограничиваемся. До сели поддерживается и VMware, и Citrix Xen сервер. Но, кстати говоря, в будущем релизе систем-центра Virtual Machine Manager, который ныне идет как Technical Preview и ожидается как систем-центр 2016, поддержка Xen уйдет. Останется топовый MWR и, естественно, Hyper-V куда же без него. Ну, основная функциональность, естественно, поскольку проприетарная технология, она, конечно же, интересна относительно Hyper-V хостов. VMM включает возможности по управлению компонентами, представленными на слайде. Кстати говоря, слайд взят из курса, обзор которого, обзору которого посвящен данный вебинар. Это, ну, во-первых, управляющий сервер VMM, корень инфраструктуры. То есть это управляющий сервер, к которому мы подключаемся консолью для создания наших облачных сред, для создания компонентов виртуализации, начиная с виртуализации сетей и так далее. Ну, собственно, как я уже говорил, VMM хранит информацию и о своей конфигурации, и о обнаруженных ресурсах, таких как гипервизоры, и установленные на них, и запущенные на них виртуальные машины, и прочее, прочее. Все это хранится в базе данных. Под базу данных у нас предоставляется SQL-сервер. Ну, в идеале для масштабируемой конфигурации это выделенный сервер. VMM-консолью мы можем консоль устанавливать на клиентские операционные системы Windows 8, Windows 8.1. Можем совместить установку консолей, как правило, это делаем вместе с установкой VMM-менеджмент сервера. То есть консоль можно поставить отдельно на поддерживаемые операционные системы. И у нас есть еще один компонент. Это библиотека, library-сервера VMM. Ну, если мы не заботимся о кластеризации и отказоустойчивости средствами файловерной кластеризации самого управляющего VMM-сервера, то по умолчанию роль library-сервера, сервер-библиотеки, она ложится на этот самый VMM-менеджмент сервер. Если мы используем отказоустойчивую конфигурацию, соответственно, под сервер библиотеки выделяется отдельный сервер, который также может быть высокодоступным. Ну, например, это может быть высокодоступная файловая шара. Файловый сервер. Library. Чем важна библиотека? По сути, как я уже сказал, это файловый ресурс, это файловая шара, которая хранит исходники, VHD и VHDX файлы, различного рода шаблоны виртуальных машин, различные компоненты, из которых мы можем создавать виртуальные машины, развертывать на них виртуализированные сервисы и все возможные сценарии, паушеловские скрипты. Все это для многократного использования мы можем выкладывать в шаре сервера библиотеки. Поэтому он тоже важен, чтобы компоненты строительной кирпичики, из которых мы вашу свою виртуализированную инфраструктуру будем создавать, где-то хранились. Кроме всего вышеупомянутого, VMM-сервер также интегрируется с сервером обновлений Windows vsus для того, чтобы произвать обновления хостов Hyper-V и виртуальных машин. В данном случае эта интеграция ориентирована именно на поддержку и обновление вашей виртуализированной среды. И управлять обновлениями в рамках этой среды мы можем также через консоль, через посреди ВММ-менеджмент сервера. Компоненты инфраструктуры. Самые такие ключевые компоненты, чтобы было понятно для тех, кто еще только знакомится с продуктом, я схематично нарисовал. То есть мы можем с помощью консоли цепляться к управляющему серверу ВММ и обнаруживать и создавать для них объекты для хостов виртуализации. Как минимум это Hyper-V хосты, это могут быть поддерживаемые VMware или Xen на данный момент хосты виртуализации. И соответственно, как только мы находим, обнаружить мы можем, например, через опрос объектов Active Directory для членов домена, для Hyper-V хостов. Как вариант. Можем опрос по сети делать и обнаруживать хосты. Собственно говоря, когда мы обнаружим хост, по сути, что происходит? Происходит установка клиентской части ВММ-а. Агент ставится на хост. С этого момента обеспечивается возможность обнаружения информации, такой как информация о доступных виртуальных машинах, управляемых этим хостом. И для Hyper-V хоста, для хоста виртуализации, правильно сказать, и всех виртуальных машин, которые на нем обнаружены, и прочих компонентов, создаются объекты. Объекты создаются где? Объекты создаются как записи, как строки в таблицах базы данных на SQL сервере. То есть база данных на инстанции, на экземпляры установки SQL сервера для ВММ-а, для ВММ-сервера создается и поддерживается. В дальнейшем все те объекты, которые вы видите в консоли, все они на самом деле подтягиваются из базы данных, ибо описания хранятся как записи в базе данных. Собственно, еще одна часть компонентов, которые мы можем использовать, что называется, в Recycle повторно, многократно, для создания виртуальных машин, виртуализированных сервисов, компонентов сети, виртуализированные, естественные и так далее, все это хранится в файловой шаре, как я уже говорил, на лайбре сервере. Поэтому мы можем еще один выделить компонент здесь, в лайбре сервера. В данном случае неподпасно. Но если у нас не будет лайбре сервера, понятное дело, мы не сможем воспользоваться теми шаблонными заготовками, которые на нем хранятся. Если у нас не будет SQL сервера, то у нас попусту не стартует ВММ-сервер. Но если SQL сервер не пострадал, соответственно доступен с базой данных, а у нас не запускается по какой-то причине, или аппаратный хост вышел из строя с установкой ВММ-сервера, соответственно нам не к чему будет подключаться к консоли. Поэтому у нас потенциальные точки сбоя сам управляющий сервер, SQL сервер, без своей конфигурации ВММ, попросту не стартует. И лайбре сервера. Что касается отказа устойчивости на уровне хостов Hyper-V. Ну, в принципе, начиная с 12-й сервера, версии Hyper-V сервера или Windows Server 2012, в котором Hyper-V, как известно, как штатная роль устанавливается и поддерживается для цели виртуализации, у нас с вами требования кластеризации все меньше и меньше становится. Но, тем не менее, тем не менее, кластеризация файловерная на уровне хостов Hyper-V позволяет дополнительные преимущества получить. Ну, например, динамическая оптимизация, которая позволяет перераспределять нагрузку, обусловленную различными высокоутилизированными виртуальными машинами, распределяя их равномерно между хостами, между узлами кластера. Для обеспечения высокой доступности мы должны для каждой роли подходящие средства высокой доступности обеспечить. VMM. VMM, начиная с 2012, кластеризуется файловерным образом. То есть, вы можете собрать файловерный кластер на уровне хостовой системы, а потом установить в этот кластер на узлах этого кластера и, соответственно, запустить как высокодоступную роль роль VMM. В этом случае, если один из услов кластера, который на данный момент принимает подключение с консоли и занимается управлением хостов Hyper-V выходят из строя, его место прозрачно абсолютно занимает другой доселе остававшийся пассивным узел. То есть, на него переходит управление. Для VMM с точки зрения файловерной кластеризации каких-либо общих хранилищ не требуется, поскольку вся конфигурация, которой он пользуется, она уже внешняя по отношению к хосту VMM, то есть, она хранится в базе данных. Поэтому технически база данных на выделенном SQL-сервере вполне подойдет. До тех пор, пока не упадет этот самый SQL-сервер. Ну и, соответственно, на уровне SQL-сервера вы можете иметь либо кластер, либо, соответственно, группу доступности. Ну, пока у меня виртуальная машина запускается, пару слов по повышенной доступности на уровне SQL-сервера, тем не менее, скажу. Опции повышенной доступности. Ну, собственно, это традиционный SQL-LWS-ON файловер-кластер. Не путать с LWS-ON группами, группами- доступностями. У нас есть SQL-LWS-ON файловер-кластер. Ну, по сути, раньше это назывался просто файловерный кластер SQL-сервера. Для этого традиционно нам необходимо было собрать кластер файловерный на уровне хостовой системы, а потом в кластер установить в качестве кластера SQL-серверной инсталляции. Здесь есть засада, которую я уже упоминал. Файловерный кластер SQL-сервер ныне называется SQL-always-on файловер-кластер поддерживает только одну единственную копию системных баз данных. А системные базы данных, как известно, хранят логинные аккаунты. То есть аккаунты, под которыми пользователи сервиса будут подключаться, в частности сам VM-сервис. и которые мапируются или сопоставляются с юзерами базы данных. Собственно говоря, через посредничество этих объектов, через посредничество юзера базы данных мы даем разрешение permission на базу данных собственно говоря логинным аккаунтом. Сами логинные аккаунты они хранятся в системной базе данных. Также все задачи джобы по поддержке базы данных как то бы копир и так далее. Все это хранится в системных базах данных. Ну собственно поскольку все базы данных запущенные в кластерные инстанции являются частью кластера, то в случае файловера, в случае выхода из строя одного из узлов все подключения с базами данными со всеми базами данных будет теряться и их необходимо переустанавливать. ОВСОН Availability Group группа повышенной доступности она позволяет защиту реализовать уже не на уровне хаста, а на уровне конкретной базы данных. Прочнее говоря, по умолчанию у нас база данных не находится в группе доступности, но мы можем их туда засунуть. Как только мы добавляем базу данных конкретную в группу доступности соответственно у нас будет на каждом хастум на котором который входит состав группы повышенной доступности будет своя копия этой кластеризованной базы данных храниться. То есть здесь защита на уровне базы данных а не на уровне инстанции не на уровне экземпляра инсталляции SQL То есть каждый узел кластера имеет свою независимую системную базу данных и кастомная база данных те, которые вы явно в эту самую группу засунете. Однако для цели группы доступности Always-Song тем не менее необходимо наличие опции Windows файловерной кластеризации. То есть в своей основе группа доступности тем не менее использует файловерную кластеризацию. Но инстанс или экземпляр установки SQL Server поэтому не является частью файловерного кластера. Как я уже говорил функциональность наиболее привлекательная для нас SQL Always-On Availability Groups она доступна только в Enterprise редакции SQL Server 2012 и выше. Но что требует отдельного лицензирования. Перед инсталляцией SQL Server вы должны если хотите использовать функциональность Always-On Availability Groups вы должны тем не менее создать базовый файловерный кластер который SQL будет использовать для нужд групп доступности. Но после инсталляции SQL Server вы его не ставите уже как кластер а просто инсталлируете и конфигурируете через Configuration Manager SQL Server использование файловерного кластера виндовского для нужд групп повышенной доступности не более чем. В принципе все это в курсе описано у нас с вами будет. Давайте посмотрим как это реализуется. Такая картина у вас будет на курсе контроллер домена два SQL но почему у нас два SQL и два AVM потому что мы с вами говорим о повышенной доступности на каждом компоненте для каждого компонента инфраструктуры и самым основополагающим является конечно SQL Server видим что файловер Cluster Manager есть но кластер у нас собран именно на уровне Windows операционной системы но не на уровне SQL потому что для SQL у нас будет с вами преконфигурированная в данном случае группа высокой доступности пока демонстрирую что оно из себя представляет видим что у нас роли именно SQL Server нет у меня здесь есть группа AlwaysOn Availability Group которая использует функциональность кластера для обработки файловера но именно роли SQL Server как таковой нет ибо кластеризованный SQL требует общего volum кластеризованного общего тома у нас здесь два нода но сториджа какого-то выделенного кластерного диска для хранения баз данных единственной базы единственного копия баз данных системных и кастомных здесь нет ну и насколько я помню мы когда конфигурируем AlwaysOn во-первых интерпесная редакция SQL и собственно пререквизиты для AlwaysOn групп наличие фичи файловной кластеризации вот она есть далее у нас есть SQL Server Integration Manager у нас есть служба SQL Service в пропертиях у нас есть AlwaysOn High Availability вот здесь мы видим что виндовский файловерный кластер мы должны иметь прежде чем включим функциональность зависящую от этой фичи а именно AlwaysOn Availability групп здесь включается возможность использования в SQL AlwaysOn Availability групп которая обеспечивается на самом деле на низком уровне файловерный кластер Windows для чего мы собственно его ставим а в дальнейшем сама по себе группа высокой доступности она конфигурируется через менеджмент студию традиционно мы с вами в курсах по облакам об этом для тех кто возможно знакомился с контентом этих курсов по приватным облакам или кто их прослушивал многократно слышали упоминалось что вот неплохо B отказоустойчивость реализовать для SQL базы данных это AlwaysOn Availability групп а как это делать и как это выглядит там не показывалось предполагается что вы должны пойти на SQL Server прослушать много много всякого добра который к теме не относится но лично к ваш если вы занимаетесь не SQL Server а только какой-то прикладной функциональности а здесь вот это рассматривается но мы видим что текущая инстанция SQL 1 под текущим юзером под админом доменом я захожу есть еще ряд требований которые нужно соблюсти во-первых база данных база данных мы видим что сам по себе VMM требует и при установке он собственно говоря создает базу данных на указанном во время установки SQL Server вот она база данных и мы видим здесь есть security здесь есть логины ну здесь есть юзеры на самом деле да юзеры VMM Server на которые сопоставлены логины логины это уже компонент который поддерживает основной системной базы данных логин который сопоставлен с этим юзером которому дан доступ необходимый на VMM через последствия которого VMM Server взаимодействует с базой данных вот он пожалуйста и на уровне инстанции то бишь системной базе данных у нас есть логин VMM сервис и вот у вас группа AlwaysOn High Availability она уже проконфигурирована в primary и мы видим что у нас здесь есть база данных база данных которая у нас в этой группе находится это TempFor A-A-A-G AlwaysOn Availability группы в принципе мы можем вот это база данных которые в этой группе находятся наша задача засунуть туда Virtual Manager DB для того чтобы ее можно было добавить в AlwaysOn Availability групп необходимо модель восстановления привести к концепции Full полной General мы можем посмотреть в options Simple да собственно для того чтобы изменения в базе сделать надо от нее цепить собственно говоря VMM поэтому идем на VMM смотрим к чему он коннектится для VMM с его стороны с точки зрения сервиса а не база данных конфигурации к которой он обращается мы можем в чистом виде файловерный кластер использовать сама по себе фича файловерный кластеризация здесь тоже установлен чтобы не тратить время проблем особых нет ее поставить и пока у нас кластер собран из одного узла из лон VM1 чуть позже мы этому моменту уделим внимание пока мы можем посмотреть что у нас есть VMM которые обращаются к кластеру из одного узла вот файловерная кластеризация пока у вас узел лон VM1 на котором стартована инстанция роли virtual machine manager ну или сервис если хотите я сейчас эту роль через диспетчер кластеризации например установлю для того чтобы пока он установлен пока он под наркозом глубоким чтобы поменять настройки базов данных мы видим роль у нас пока есть но она крутится на одном хосту половинчатая конфигурация пока в данном случае я сюда зашел только для того чтобы освободить базу данных от посягательств VMM вот теперь я могу пока он ничего не видит и не слышит и мне не мешает на сиквеле модель восстановления full full позволяет бы копировать логи транзакции то есть практически практически на летухе изменения происходящие с базой данных на уровне транзакции запоминать и при необходимости бэкапить и теперь мы эту базу данных можем добавить в availability групп идем в availability групп выбираем добавить базу данных ставим галочку на желаемый full backup требуется естественно full backup требуется поторопился поговорить поговорил модель поменял но естественно мы запускаем стандартную задачу по бакапированию можно по умолчанию полный backup делаем и вот теперь пожалуйста полная синхронизация подключаемся к инстанции серверной которая будет хранить вторичную реплику первичная она уже здесь хранится вторичная будет SQL2 реквизиты успешно проверены и мы видим чудо случилось да virtual machine manager DB да и мы можем на уровне primary group реализовать файл но прежде чем его демонстрировать отключим назад и на данном стенде немножко подтормаживает поскольку не удалось найти достаточное количество дисков чтобы рейд собрать выделенный в данном случае все на одном хосту вот запустился и проверить файловеры мы можем каким образом что у нас соединение не рвется оно прерывается но собственно говоря вручную реконект делать не нужно у меня на хосту но у меня тут два монитора конфигурации я сейчас консоль открою и перетащу на ваш монитор virtual manager virtual machine manager консоль она у меня установлена на хостовую машину то есть которой я показываю монитор в данном случае пока оно подключается сейчас подключится увидите вот эта машина с которой вебинар идет это лон хост 1 это хост на котором мы видели виртуальные машины в частности составляющие инфраструктуру VMM сервером запущены и VMM управляет как раз этим лон хостом 1 из виртуальной машины открылась консоль хост мой лон хост контоза ком с которого я консоль и открыл вот эту вот так далее консоль подключена замечательно я сворачиваю и вижу состояние running запущено и эмулирую файловер ну собственно файловер передаст primary в реплике функциональность на вторичное вторичное станет первичной без вариантов connect TSQ2 от файловер в данном случае консоль у меня через некоторое вот консоль висит от VMM видите пока у меня происходит передача управления с одного узла на другой узел в составе группы повышенной доступности у меня попытка переподключения идет видите пендинг ну какой-то момент служба не отвечает но тем не менее файловер автоматически будет обработан у меня тут ресурсов не хватило даже могу сказать почему потому что реквизиты мы не сделали поторопился к сожалению время мало сейчас я верну назад не сделали еще один момент который при реквизитах важен логинные аккаунты логинные аккаунты сами по себе они то есть мы базу данных системы с логинными аккаунтами она у нас не в по группе доступности везде свой экземпляр системных баз данных поэтому на сиквеле 1 у нас есть все что необходимо на сиквеле 2 логинного аккаунта вот здесь вот для vm-сервиса нет легко проверяется еще один про реквизит который хотел продемонстрировать и забыл заодно по всем типичным таким моментам где возможно ошибки пробежимся трабл шутинг это даже неплохо способствует акцентированию внимания на ключевых моментах ну традиционно через менеджмент студии на втором сиквеле мы с вами добавим необходимый аккаунт логинный ну понятно это виндовский аккаунт из-под которого запущена служба VMM который VMM будет использовать для подключения к базе данных что-то вроде ранос аккаунта security в логинах нам необходимы здесь нет требуемого логина логин нужно создать а мапирование на базу данных потому как базу данных с юзерами мы добавили в группу доступности а системных с логинными аккаунтами там вы не видели нету поэтому достаточно добавить логин на аккаунт а база данных с юзером который мапируется на этот аккаунт она автоматически будет в ходе файловера передаваться с одной инстанции на другую активироваться точнее потому что реплика реплицируется изменения реплицируется с одного сервера на другой с этой позиции какого-то единого хранилища не нужно копия на одном копия на другом логина добавляется нехитрым образом не логин в active director у нас он живет через search ищем в ad vm сервис вот и теперь должно сработать теперь должно сработать его знакомый мастер мастер ну вот не прошло и года как у нас сервис стартовал сервис стартовал сейчас консоль тоже подтянется подключится ну здесь по тайм-ауту она какие-то попытки делает 7 из 20 как написано и тоже подключится то есть туда-сюда мы можем совершенно безболезненно теперь переключаться можем посмотреть как это выглядит на сиквеле теперь у нас база данных перекочевала сюда вместе с юзерами не туда полез промахнулся vm-сервата ну и видим консоль тоже самое стартовала подключилась без проблем что я требовалось доказать это был один компонент то есть теперь у нас выходит из строя один сиквел абсолютно прозрачно консоль консоль подключается консоль подключается к vm-у а vm-м для того чтобы в консоль что-то адресовать должен извлечь данные запрашиваемые со сиквел сервера то есть он просто переключается прозрачно на другой сервер из состава группы доступности при этом при этом на уровне базы данных морочится с организацией под нее какое-то там какого-нибудь там отказоустойчивого файловерного файлового сервера или какого-нибудь там хранилища реплицируемого совершенно ни к чему потому что она и так реплицируется между несколькими хостами сиквел сервера даже если целиком полностью один вместе с базой с репликой выйдет из строя реплика будет доступна на другом продолжаю кстати говоря еще один момент по ходу так лонус сиквел лонус сиквел 2 на одном финическом хосту развернуто или на разных ну в моем случае в тестовой среде они у меня развернуты на одном финическом хосту естественно в данном случае точка сбу будет финический хост поэтому здесь вне зависимости будете вы кластеризацию уровня хоста хайпер выделать или не будете если будете то все равно вы можете сочетать запускать но если у вас собственно говоря в кластер еще и машина так высокодоступная она будет динамически переезжать с одного хоста на другой по мере того как происходит файловер в противном случае если у вас не кластеризованные хайпер хосты следите за тем чтобы они были закреплены за разными хостами то есть каждый экземпляр виртуальной машины кластеризованные должен жить на отдельном финическом хосту чтобы не наступить на грамм технически можно как угодно делать но здравый смысл никто не сменял поэтому вопрос совершенно справедлив еще один момент если у нас в принципе рухнула база данных или если мы хотим переместить базу данных с одного сиквел сервера на другую то есть до того как мы что-то там накластеризовали на сиквеле у нас бах и база данных как бы рухнула бэкап есть мы ее развернули на другом сервере как переподключить ну в принципе если открыть консоль у вас здесь есть сеттинги у вас здесь есть general database connection и мы видим к какому серверу базу данных у нас и к какой базе данных подключение ну что проку от консоли если у вас база данных рухнула и консоль вы просто не откройте чтобы здесь что-то посмотреть ничего страшного у вас все это на самом деле реестр есть VMM VMM HALON VMM ежели я открою здесь регистр и напрягу память то можно посмотреть что у меня здесь возле HKEY LOCAL MESSION очевидно в софтвере Microsoft где-то там у меня будет Microsoft System Center кажется Microsoft вот он System Center VMM сервер здесь есть в сеттингах кажется SQL вот здесь мы видим все то что я в консоли показал стандартный порт SQL 1433 все это здесь здесь файл уже сработал благополучно можно кстати назад огонять при желании следующий момент следующий момент очевидно обеспечение высокой доступности для VMM то есть мы можем благополучно добавить узел в кластер лон VMM2 ну на лон VMM2 у меня файловерная кластеризация как фич винды поставлена со временем еще есть в двух словах остается добавить добавить хост кластер возключиться к существующему пока из одного узла состоящему кластеру и добавить туда еще один хост кластер name кластер name называется что мы видели из консоли когда connect to VMM кластер не с консоли когда мы файловер кластер менеджер открывали на VMM1 потому что у нас имя которое указало это имя кластера винды поверх кластера винды у нас кластер сервиса VMM VMM класс находится мы видим да у нас здесь ошибки все такое почему потому что у меня один узел у меня пока в кластере один узел VMM1 и на нем кластеризованная роль в виндовском VMM кластере VMM класс 1 вот я сюда добавлю еще один узел и установлю службу VMM на VMM2 после того как VMM2 станет очередной нодой очередным узлом кластера для начала сюда нод добавляю кластер VMM2 а потом уже на нем можно установить будет сам услуг из дистрибутива предоставить с от дистрибутива , в т.д. Традиционного теста может ругнуться на то, что интерфейсов у меня там меньше, чем желательно предоставить, но не суть важна. Собственно, после того, как все это дело отработает, узел будет добавлен в состав кластера. На этот узел необходимо будет поставить кластеризуемую роль, заинсталлировать VMM на LON VMM2 из дистрибутива. Большого ума для этого уже особого не надо, каких там супер умений. Следующий момент, чтобы не тратить время уже на очевидные вещи, которые к тому же будут в курсе, это по терминологии, связанные с виртуализацией сети. Ну и еще один момент, который, в общем-то, как показывает моя практика по курсам, рождал вопрос, это конвергентные сети или конвергенция сети. Конвергенция со слиянием нескольких в одном. По сути, модель конвергентной сети представлена мною такой схемкой, достаточно понятная. Для того, чтобы было еще понятнее, рекомментируем. Модель конвергентной сети, представленная на слайде, позволяет эффективнее использовать доступную пропускную способность. Традиционно, до тех пор, пока этой конвергенции сети не было, нам рекомендовалось до 12-го Hyper-V, потому что изначально это фишка Hyper-V, а VMM просто управляет этой возможностью централизованно, а возможность у нас реализована на наборе Hyper-V хостов. Так вот, традиционно у нас до 12-го Hyper-V рекомендовалось, если хотите, требовалось наличие в выделенных аппаратных физических адаптерах, традиционно зеленым цветом обозначенных. Допустим, физический адаптер NIC-1 для кластерных коммуникаций, соответственно, в кластерную сеть, в отдельный свитч смотрелы. Отдельно у нас управляющий NIC-1 для управления хостовой системой, для, скажем, развертывания туда на хост таких-то компонентов через VMM, то же самое, и для обеспечения live-миграции. Live-мигрейшн для перемещения виртуальной машины с одного хоста на другой хост виртуализации. Тоже выделенный адаптер, который позволял этот достаточно массивный трафик, обслуживать выделенным сетевым адаптером, выделенными сетевыми коммуникациями, чтобы этот трафик не влиял, скажем, на межкластерные коммуникации и не прорывал сердбит между узлами кластера. Но это все было хорошо, когда у нас железо было так себе, и когда у нас не было тимминга, который позволяет, как один высокопроизводительный адаптер, использовать несколько совершенно разношерстных разных производителей сетевых адаптеров программных. Представьте, что современное железо, которое снабжено серверами, я имею ввиду, адаптерами, скажем, 10-гигабитными, к тому же, которые набраны в команду, в Team, и, соответственно, допустим, у нас три 10-гигабитных адаптера образуют Team, тимминг пропускной способностью 20 гигабит. Ну и чего? Эти адаптеры не справятся с трафиком совокупным для миграции виртуальных машин, для кластерных коммуникаций, для управления хостом и так далее. То есть у нас, если под каждую функциональность выделять такой мощный ник, а не только интерфейс, но это не рациональное использование, а его возможности будет. В данном случае у нас, если тимминг, тимминг предполагает и обход сбоя, если у нас один из адаптеров выходит из строя, то вся нагрузка ложится на оставшиеся в живых адаптеры. Сама концепция тимминга к тому располагает. Так вот, мы можем все наши адаптеры загнанные в команду сопоставить с одним логическим свитчем. Традиционно нам необходимо было выделять на каждую функциональность, в данном случае три представлены, отдельный логический свитч. А логический свитч для экстернальных коммуникаций, как известно, требовал выделенного сетевого адаптера физического. Здесь мы все сетевые адаптеры, за счет того, что у нас один логический свитч, к которому подключаются виртуальные адаптеры для обслуживания трафика Life Migration Cluster Communication и управляющего трафика, сливаются в один логический свитч, который привязан к одному адаптеру высокопроизводительному или к набору адаптеров, которые набраны в единую команду в тимминг. Тем самым мы сеть аппаратной мощности можем эффективно использовать, то есть у нас весь трафик сливается в одну высокопроизводительную трубу. Я думаю, понятна идея. Что касается сетей в Hyper-V, ну и первый шаг виртуализации сети. Собственно, идея основная, которая закладывалась в виртуализации сети, примерно вот такая. То есть у нас есть сеть провайдера, да, то есть у нас есть набор хостов Hyper-V, который составляет, скажем так, хостовую группу, которой мы можем управлять через VM. Соответственно, у нас есть какая-то физическая сеть с каким-то адресным пространством. И мы поверх одной сети физической, совершенно не пересекаясь со своей внутренней функциональностью, можем создать и развести между собой несколько сетей для арендаторов. Скажем так, поверх сети провайдера мы можем поверх физической сети создать несколько виртуальных сетей. Ровно столько, сколько у нас с вами есть арендаторов. Технически мы могли и до виртуализации сети это делать, такого рода виртуализация, через виланы, через private виланы, которые позволяли ограничить коммуникации. Но виланы, они имеют ограничения, то есть мы можем создать не более, в рамках своей сети не более 4096 виртуальных локальных сетей. Это ограничение, от этого ограничения нас освобождает, собственно, виртуализация сетей, которая разными способами может быть реализована. Вообще, говорят, что концепция реализуется в Microsoft с помощью Network Virtualization for DRE, Generic Routing Encapsulation, или Энкапсуляция, амортизация для нужд виртуализации сетей. Вот именно так был назван механизм, представленный Microsoft. То есть, по сути, для абстрагирования, для изоляции одной сети или нескольких сетей арендаторов от базовой сети провайдера мы используем энкапсуляцию. То есть мы можем создать несколько виртуальных сетей, причем каждая из них может, поскольку они изолированы и не пересекаются друг с другом, если явной необходимости в этом нет, мы можем использовать одни и те же перекрывающиеся в нормальной бы ситуации адресные пространства. Допустим, здесь 10-я сеть и здесь 10-я сеть. Там здесь какая-то 172.16.0 и здесь 172.16.0 сеть. Поскольку они изолированы друг от друга и от базовой провайдеровской физической сети, то никаких конфликтов между ними не будет. Идея заключается в том, что изоляция достигается за счет того, что трафик за пределы сети ТНАНТА А или ТНАНТА Б идет не напрямую, а через энкапсуляцию в пакет, который уже будет пробрасываться между хостами или между сетями провайдера, провайдерской сети. То есть у вас адресная конфигурация вкупе с идентификатором сети конкретного ТНАНТА будет засовываться в пакет, имеющий уже адреса диапазона провайдерской сети. Для проброса этого пакета с энкапсулированной нагрузкой между хостами сети провайдера. Например, между дата-центрами провайдера. И вот если вам необходимо обеспечить взаимодействие между ТНАНТА, допустим, А и внешним миром, или ТНАНТА А и ТНАНТА Б, вот здесь нам необходимо использовать сервис шлюза. Сервис шлюза Gateway это может быть стороннее решение, это может быть микрософтское решение на базе службы муштизации, который позволяет декапсулировать, инкапсулированный трафик НВДРАЕ протокола из сети ТНАНТА, муштизировать его в сеть с другим идентификатором, допустим, или во внешний мир. И если это все другого ТНАНТА, то опять инкапсулировать с указанием уже идентификатора сети назначения. Как это реализовано? Ну и соответственно по понятиям, по терминологии. У вас есть физическая сеть, это так называемая сеть провайдера, или ваша физическая сеть вашего дата-центра, поверх которого вы хотите реализовать виртуализацию сетей для того, чтобы по сути каждую сеть использовать как основу для облака, для предоставления облачных сервисов тому или иному арендатору. Соответственно, физическая сеть она используется для подключения между собой и другими какими-то компонентами сетевой инфраструктуры хостов Hyper-V, ну вообще говоря гипервизоров. Хосты подключаются через сетевые интерфейсы, физические ники. Физические интерфейсы используются как портал из виртуальной сети во физическую сеть, но если мы конфигурируем для них что? Виртуальный свитч. Помните, если мы хотим, чтобы наши виртуальные машины имели доступ к физической сети, и с физической сети были видны в свою очередь, мы в Hyper-V, на Hyper-V хостов создавали виртуальные свитчи. Соответственно, если этот виртуальный свитч экстернальный, то для него необходимо было наличие привязки к физическому адаптеру. Физических адаптеров может быть немерное количество, мы должны были выбрать тот, который хотим использовать именно для подключения виртуальных интерфейсов как хоста Hyper-V, так и, собственно говоря, виртуальных машин, хостящихся на этом хосту. Что у нас происходило, когда мы выбирали физический адаптер на роль свитча? Этот адаптер, как железяка, начинал использовать в роли виртуального свитча, то есть из него убиралась конфигурация IP, и взамен отобранного под нужды виртуального свитча физического адаптера хосту выдавался виртуальный адаптер, куда вся адресная конфигурация с этого отданного под нужды свитча адаптера перемещалась. А на физический ник ставится протокол виртуального свитча Microsoft, который и заставляет железяку работать именно как свитч. Ну и логику свитча классического свитча реализуют. Собственно, если у нас более чем один хост, нам нужно на каждом хосту один и тот же виртуальный свитч с одними и теми же характеристиками описать. Если мы имеем набор хостов, которые составляют нашу облачную среду и управляем централизованно, чтобы нам одни и те же действия не делать по созданию виртуального свитча и привязке его к необходимому адаптеру, мы можем создать логический свитч. Логический свитч это облачный компонент, на самом деле компонент виртуализации сети, который мы создаем на и средствами VMM сервера. Логический свитч имеет два компонента, которые с ним связаны. это Uplink Port Profile или профиль Uplink. Uplink это, как известно в свитче, подключение, которое ведет к вышележащему уровню иерархии, к амортизатору или к магистральным свитчам, то есть наружу. В данном случае Uplink Port Profile определяет, собственно говоря, параметры сетевого интерфейса, используемого для организации виртуального свитча. То есть, чтобы один и тот же виртуальный свитч, привязанный к одному и тому же интерфейсу, скажем, нику Ethernet 1, на хосту 1 и хосту 2 вручную не создавать, мы составим логический свитч с конфигурацией, которая позволяет использовать привязку к требуемому тиму или к требуемому сетевому адаптеру физическому и распространить этот логический свитч на все хосты в составе хостовой группы. Замечательно. Дальше. Дальше. Логический свитч – это, по сути, совокупность виртуальных свитчей, имеющих одну и ту же конфигурацию в рамках хостовой группы. Дальше. Взамен виртуального свитча выдаются виртуальные адаптеры как к хосту, так и виртуальным машинам. И вот конфигурация возможностей этих виртуальных адаптеров, которые будут поддерживаться соответствующими портами виртуального свитча, они определяются профилем виртуального порта. Опять же, наверное, логического свитча. То есть мы взамен отобранному фишескому адаптеру, указанному во print-профайле, по сути, оговорим, какие возможности мы виртуальным системным адаптерам хотим разрешить. Описываем в профиле виртуального порта логического свитча и распространяем по всем нужным хостам. Замечательно. Совокупность виртуальных свитчей у нас создает логическую сеть. Логическая сеть это, по сути, основа для создания сетей виртуальных машин. То есть логическая сеть это совокупность, это, по сути, логические свитчи. Но на самом деле у нас может быть несколько хостов, принадлежащих одному сайту, допустим, сайту Кантоза, Лондон. Часть хостов находится где-то там в Торонто. И, соответственно, мы можем с вами логическую сеть делить на местоположение физически, на сайты. Logical network site. И, соответственно, хостовая группа по, например, признаку их топологии географической можем распихивать по сайтам, но, опять же, в рамках логической сети. Ну и далее самый ключевой момент. Дальше у нас совокупность виртуальных интерфейсов, используемых для подключения виртуальных машин, поверх логической сети образуют сети виртуальных машин. То есть поверх логической сети у нас может быть несколько сетей виртуальных машин или виртуальных сетей. По сути, это сети тенантов, сети арендаторов. Ну и в терминологии, опять же, программно-конфигурируемых сетей SDN, да, Software Defined Networking. В рамках Hyper-V мы используем абстрагирование. То есть виртуальные сети используются как раз для абстрагирования от физической сети. Ну, с помощью майкрософтовского представления программно-определяемых сетей, известных как HNV, Hyper-V, Network Virtualization. И основополагающим понятием в HNV как раз представляется сеть заказчика. Она же сеть арендатора TENANT, она же Customer Network, которых может быть несколько множества изолированного друг от друга поверх логической сети. Соответственно, для того, чтобы их отличать друг от друга, например, если они используют одни и те же сетевые идентификаторы, у нас существует уникальный идентификатор этой самой сети. По сути, сеть заказчика, она же виртуальная сеть VM Network, является доменом маршрутизации раутинг-доменом. То есть, это, по сути, локальная сеть, которая может быть представлена одной подсетью, может быть несколькими подсетями. То есть, VM Network, раутинг-домен, или это NAND Virtual Network, сеть арендатора. Это все взаимозаименяемые понятия. Каждая виртуальная подсеть идентифицируется уникальным идентификатором так называемая VSEED идентификатором виртуальной сети. Иммуншизация пакетов между виртуальными машинами в рамках одной виртуальной сети осуществляется автоматически. То есть, эта функциональность, она заложена в HNV. независимо в одной виртуальной подсети, в разных, на одном финическом хосту, на разных. А вот, если необходимо взаимодействие наладить, скажем, с внешней сетью, с внешним миром, или передавать за пределы сети заказчика, как я уже говорил, нужно настраивать сервис шлюза HNV Gateway так называемый. Таким образом, у нас есть сеть провайдера, у нас есть несколько сетей арендаторов, то есть, несколько VM-нетворков, они же раутинг-домены. Для того, чтобы обеспечить изоляцию, используется майкрософтовское видение SDN, Software-Defined Network, это Network Virtualization for Generic Routing Encapsulation или NVGRE. Пакет, который у нас является исходящим с виртуальной машины в рамках сети Tenant1, энкапсулируется, втыкается в пакет, куда кроме адреса, источника и назначения добавляется, чтобы не ошибиться идентификатор виртуальной подсети. для того, чтобы определять, куда потом ответы доставлять, то есть, из какой подсети этот пакет пристекает. И дальше, в рамках вот этого пакета маршрутизация идет через сеть провайдера. Если вам необходимо, чтобы маршрутизация осуществлялась между сетями тадантов, изолированных друг от друга, или же за пределами сети куда-то во внешний мир, нам необходимо наладить gateway сервис. Это может быть майкрософтовская служба RAS, Routing Contribute Access Service. то есть, по сути, это декапсуляция инкапсуляция декапсуляция трафика NVGRA. дабы не тратить время, еще чуть-чуть, буквально минут десять вашего внимания. Здесь достаточно медленно покажу на записи. во-первых, мы должны создать адресное пространство провайдера, то есть, логическую сеть хостингового провайдера, которая будет предоставлять виртуализированную сеть арендаторам, то есть, для создания облака каждому арендатору, как в ранее показанной картинке, тенант А, тенант Б, хосты которых будут поддерживать эту сеть. ну, для этой цели я говорю, что я буду использовать IP под сеть, скажем, 172.16.24.0, и хостовая группа, которая представлена хостами в контозе, будет представлять сетевой сайт. ln provider address сайт контоза. То есть, сайт это набор хостов, хостовая группа. Ну, мы видим, что любая операция, она генерирует, по сути, сценарий PowerShell, оформляемый как задача. Задача отработала, вот у нас провайдеровская сеть, логическая сеть Logical Network Provider Address реализована. Дальше мы должны реализовать пул IP адресов, которые будут использоваться для назначения адресов виртуальным машинам в данной сети. Ну, и в частности мы можем указать Gateway и DNS, то есть адреса, которые, как и в случае аналогичным DHCP, будут, собственно говоря, обеспечить доступ к сервисам. по маршрутизации и по разрешению имен, если таковы есть. Аналогия, если вы настраивали в Microsoft Azure сети, прямо такая же. Стартовый и конечный адрес диапазона задаем. Ну, Gateway, DNS, Wins у меня нету, поэтому в данном случае у меня нету задачи маршрутизировать за пределы. и теперь мы обновляем, если, точнее говоря, создаем Hyper-V Port Profile. Uplink Port Profile. Uplink Port Profile определяем параметры подключения к физическому нику или к тему, к команде ников. в данном случае APP Contose. Я могу, кстати говоря, к Profile прикручивать классификацию и отражать такие параметры, как пропускная способность, допустим, высокая пропускная способность или средняя пропускная способность. И здесь я могу конфигурацию сети, наверное, Profile, допускающую виртуализацию сети, галочку надеть. то есть включить. Human Services я создаю сеть арендатора. До этого все, что было сделано, это настроена сеть провайдера и на уровне Uplink Port Profile разрешена виртуализация сети. С этого момента, если я поверх данной сети логически создаю виртуальную сеть тенантов, арендаторов, я могу использовать изоляцию. мышка сейчас очерчивает круг вокруг этого пункта. Мы видим реализацию HNV создавать одну и несколько подсесть VM сеть это домен сети. По сути это аналогия локальной сети для провайдера. если необходимо заплатить заплату, необходимо добавить гейтвей. У нас нет требования коммуникации между тенантскими сетями. Мы можем использовать подключение сети через внешнюю сеть, через интернет, допустим, к локальной сети на стороне сайта арендатора. И следующая тема это управление хранилищем. Коротенькая. То есть у нас есть понятие неуправляемое хранилище, для которых спецификации Smith нету. Storage Management Initiative specification спецификация инициативы управления по управлению хранилищем. и те решения, в частности, Microsoft например, или сторонние, такие как Fiber Channel Storage Arena для которых программная прослойка Smith Provider реализована. То есть по сути провайдер позволяет реализовать трансляцию возможностей реализованных в кастомном сторидже для того, чтобы они были видны VMM. И, соответственно, команда VMM транслировать в те команды, которые понятны реализации данного конкретного хранилища. Дальше. Благодаря Smith Provider не ставится на управляющий VMM сервер. То есть это либо сервер хранилища, либо это прокси. Smith Provider который принимает коммуникации, который обнаруживается VMM, а дальше проксирует, передает команды на языке, понятном сторидже, собственно говоря, в сеть хранилища. То есть по сути VMM способен обнаружить на указанных хостах или проксе Smith Provider поддерживаемые. И, благодаря Smith Provider рассчитывает возможности, которые Smith Provider открывает для VMM со стороны сториджа. После того, как у вас сторидж обнаружен через посредничество этой прослойки, вы можете использовать классификацию. Например, Gold, Silver, Bronze, IceCase, Fiber Channel и так далее по своему вкусу. И после того, как у вас есть классифицированные по возможностям предоставляемым сториджем различные хранилища, доступные вашей сети VMM через Smith Provider, вы можете эти хранилища сделать доступными хостам или группам хостам HyperVit. То есть, сделать предоставление, развертывание этих сториджей для нужд хранения файлов виртуальных машин хостами HyperVit. Обнаружение хранилища идет непросто. Сейчас буквально коротенькое видео. Я предполагал, что в силу ограничения аппаратных конфигураций все показать не удастся, поэтому на мощном стенде я писал видео. Но обратите внимание, что в принципе я могу информацию о конфигурированной сказе инициатора для распространения наконечной хосты оформить в виде, по сути, батника, который будет запускать скриптик. PowerShell пакет для распространения оформить. И загрузить из лайбаря сервера с помощью VMM я могу командный файл командной строки, включающие ссылку на PowerShell для запуска на конечном хосту. Что мы сейчас увидим? Я пакет делаю централизованно доступным через лайбаря сервера, через шару, а потом на этом хосту запускаю инициатор. Это хост-бас адаптер или асказ-инициатор, который на хостах HyperV централизованно настраивается. И собственно потом я могу поднять PowerShell создам на одном из виртуальных серверов создам HD-диск, который будет подключен как LogicalUnitNumber. И поскольку iSkaz, собственно, для iSkaz Smith есть провайдер, мы видим, что в пакете что у меня? В пакете указано, что обрабатывать его с командной строки, запуская с параметрами, запуск скрипта, сценарии, enable iSkaz инициатор. То есть по умолчанию инициатора на хостах выключены, я их включаю как минимум в фоновом режиме скриптом Shell командник запускает ну пакет умеет скажем командники запускать а в командники можно прописать что угодно. Главное, чтобы на хосту это понималось. Нет в мой мозг чип не вставлен чтобы все это помнить просто а когда чертываешь их ну хочешь не хочешь как говорится ознакомишься изучишь поэтому приходите на курс по крайней мере богатая практика будет доступна на вполне неплохом железе ну это как программировать хочешь программировать только наконец-то поймете зачем вы это делаете когда увидите как оно работает плоды ваших усилий по бесконечным настройкам. ну а дальше аискази я на сервере на DC на доменном контроллере в качестве аискази таргета в качестве хранилища использовал но не рекомендуемая естественно для живой среды конфигурация на DC это делать здесь для экономии ресурсов возвращаясь возвращаясь к хосту на хосту вижу что у меня пока не сконфигурирован инициатор на подключение но инициатор у меня есть стартован служба сама стартована а дальше я могу обнаружить через опять же опрос хоста на котором я аискази таргет дисковое хранилище корзину дисковую создал через провайдер выбираю тип обнаружить WMI такой часто используемый и указываю провайдер на которой смис функциональность предоставляет но она встроена для микрософтовских сервисов на dc1 contozacom у меня поднят аискази таргет соответственно он способен по протоколу смис WMI ответить указу аккаунт который имеет права на DC1 в данном случае администратор доменный и соответственно обнаруживается что я там на DC1 конфигурировал в плане искать чуть-чуть вылетаем из тайминга буквально чуть-чуть еще буквально 4-5 минут вашего внимания и закончим мы видим обнаруженные logical unit number на указанном хосту я указал хост на котором обнаруживать технологию хранилища пожалуйста он обнаружен пожалуйста я его выбрал классификации если нет я могу его как-то обожать ну допустим сказать чтобы видно было что это обнаруженное хранилище оно относится по своему по своей сути кайсказе ну может там какие-то свои классификации разрабатывать это абсолютно произвольно так чтобы вы один тип хранилищ могли отличить от других из числа тех которые о которых знает ваш мм и мм способен их потом предоставить развернуть на хосты виртуализация для размещения там файлов виртуальных машин классификация у нас появилась выбираю хост хотите группу хостов и там есть возможность сториджа добавить хранилищ из числа тех о которых знает по результатам обнаружения веемы и после обновления консоль перечитает полочную информацию результаты обнаружения анжоп выполнится и в столь же мы сможем добавить сказе арей массив сказе таким образом мы прикрутили хосту виртуализация веем мм массив хранилищ по курсу быть администратором windows server 2012 или эквивалентные знания то есть мтс а дальше по виртуализации у нас с вами был базовый курс 20409 виртуализация серверов с помощью windows server hyperv system центра так здесь в основном те моменты которые не затрагиваются еще не затрагиваются возможности требования высокой доступности например но некоторые тем не менее базовые функциональные компоненты в плане вроде компонентов виртуализации упоминаются а в старших курсах которые уже рассматривают развертывание облачных сред здесь уже предполагается что вы знакомы с настройкой высокой доступности с концепциями sdn software defined network с теми моментами обзор которых я вам дал получается пробел был и вот теперь вышел курс 10981 который эти пробелы устраняет все вот эти вот компоненты очень-очень подробно с богатой практикой вам предоставляет можно зайти посмотреть описание курсов либо на сайт microsoft либо пройти обучение у нас ну кстати вот этот курс по которому я обзор делал и по всем тем компонентам которые здесь удалось мне показать и очень-очень много всего что физически в вебинар естественно не влезет будет рассмотрена в курсе 10981 и он у меня запланирован с 7 декабря в режиме утро-день то есть с понедельника по пятницу с 7 по 11 декабря так что приходите ну в принципе как записаться на сайте специалистов review можно по направлению microsoft выбрать непосредственно да можно по этому курсу указав идентификатор ну и проще всего на сайт заходите в поисковике забивайте номер курса или направление интересующее вас и пожалуйста регистрируйтесь ну а можно просто по телефону указанному на сайте позвонить если непонятный наш менеджер с удовольствием вас проконсультирует все вопросы или если вдруг что-то какие-то затруднения по записи на курс например будут да пожалуйста в личку мне направляйте ну и также естественно вопросы по теме всегда приветствуются традиционно то на что смогу на скидку ответить естественно отвечу ну а то что в общем то с чем не сталкивался ну по крайней мере постараюсь дать направление в котором копать да по крайней мере ссылки на первоисточники но если вопросов пока не возникло спасибо за внимание если возникли пожалуйста обращайтесь до встречи на курсах всего доброго